Это четвёртая осень Бауржана, которую он проводит за колючей проволокой. Он признан виновным по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Так как я не учился, не брал знания. И в 16-м году, когда приехал знакомый с Египта, и он говорит, что здесь не так, здесь нету ислама, здесь не такой ислам. У меня не было знания. Я попался, я не знаю, что это деструктивные течения, и я подался этому. Оказался среди салафизма. В мире есть четыре масхаба. Это имамы, которые оставили после себя направление, школы. Но среди четырёх школ у нас фанафистский масхаб. Есть помимо этого те школы, которые не признают масхаба. И вот есть некоторые псевдонаправления, которые вообще противоречат некоторым канонам шариата. Которые придерживаются именам некоторых учёных в исламе, называя себя в этом направлении, да, и начинают трактовать аяты Курана или хадисы таким образом, чтобы было это выгодно для них. Масхаб – это исламский термин, означающий учение, трактование или школу. Деструктивные религиозные течения не придерживаются ни одного из основных четырёх масхабов. Приверженцы радикальной идеологии по-своему трактуют хадисы, буквально вырывая из контекста нужные им фразы. О том, что учение друга из Египта имеет радикальную природу, Бауржан не знал. После его лекций 40-летний мужчина изменил внешний вид, начал отрицать традиции. Перестал признавать моральные ценности и принципы толерантного общества, а силовые структуры вообще презирал. Мы ходили в гости, парень был, который учился в Египте. Он нам проповедовал деструктивное течение, но мы и не знали тогда деструктивное. И он нам советовал слушать лекции Ринат, Назар Тула, вот таких лекций. В основном говорили то, что много всего, нововведений много, нет истинности, нет сути его религии. Ну, в этом и заключалось, что во всем есть беда, там беда, здесь беда. Нечистый ислам. Борец за так называемый чистый ислам Назар Тула Абдукадыров, известный как Назар Тулах Абу Марьям, был задержан в Медине. Продолжительное время занимался пропагандой экстремистской идеологии в сети интернет. Находясь в Саудовской Аравии, организовывал незаконные проповеди, противоречащие действительности, имеющие деструктивное влияние на местные жамагаты. Деятельность его признана незаконной в Республике Казахстан. Очень много сейчас людей, которые используют законы ислама в своих где-то экономических целях, где-то политических интересах, где-то, значит, сами недопонимая некоторые аяты Курана, хадисы пророка, находятся в заблуждении и могут вести заблуждение у других людей. Используют один аят или хадис для того, чтобы завоевать свое место в сердцах своих слушателей. Далее уже идет наставление именно того направления, которое для них выгодно. Про 40 интернета, что человек, сидя там за тысячи километров, может написать много чего? В современном мире радикальные взгляды распространяются со скоростью эпидемии. Основную и ведущую роль в их продвижении играет интернет. К сожалению, те, кто попал в капкан религиозных экстремистов через соцсети, а таких 80% от общего числа, не понимали, куда их заманивают. Сегодня в целях своевременного реагирования на источники пропаганды деструктивной идеологии в соцсетях, Комитет по делам религии ведет постоянную кропотливую работу. Ослуженник Набеку прибыл к нам в 20-м году, в июне месяце. На момент прибытия у него были взгляды деструктивного религиозного течения, что на протяжении всего времени с ним работали психологи, историки, теологи. Были разъяснены, приведены доводы, факты. Находясь в учреждении, ему давались литература традиционного ислама. Он понял и осознал свои данные ошибки уже, находясь здесь. Поддались этому деструктивному течению, итогу, то, что я оказался здесь. Молодежи тоже советую сейчас. Много интернета не слушают, знающих людей есть в Казахстане, их слушают. Ну, все, говорю, чтобы не повторяли моих ошибок. Лучше учиться на чужих, чем на своих. Находясь в неволе, Бауржан многое осознал. Жалеть, что столько времени провел, сидя за решеткой, в то время, когда был так необходим своей семье. Дома его ждет жена и трое детей. Жизнь их стала очень тяжелой после его заключения. Глядя в осеннее небо, Бауржан мечтает об очередной весне, надеясь на то, что с ней будет ближе его свобода. Субтитры создавал DimaTorzok